Друзья, я напоминаю вам, что мы находимся на Мотосиме 2016. Сегодня первый день, пятница, 18 ноября, и мы находимся на необыкновенном стенде. И у нас сегодня необыкновенный гость, который посетил нас. Я рада представить вам Вячеслава Шиянова. Это обладатель самой большой в мире, уникальнейшей коллекции эксклюзивных мотоциклов. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена. Ну, нельзя сказать, что уж какой-то необыкновенный человек. Меня можно пощупать, я из мяса и костей. Да, действительно, на Мотосиме мы выставляем часть нашей коллекции, самую лучшую часть для настоящих мотоциклистов, которая, наверное, будет характеризовать закрытие сезона. И все могут ее посмотреть, потрогать, сфотографироваться и узнать много нового про тех железных друзей, на которых они сегодня ездят. Вы не могли бы... То есть здесь глаз... Невозможно просто оторвать глаза. Я сегодня с утра здесь ходила. Влюбилась я вот в этот мотоцикл в основном, потому что он, наверное, такой девичий, как сказали, мотоцикл невесты. Расскажите, пожалуйста, немного о том, что вы нам сегодня привезли. У вас отличный вкус. Я вас поздравляю. Это действительно один из самых значимых мотоциклов, мотоцикл Веха. Мы, наверное, потом чуть-чуть покажем и расскажем про него подробнее. Сегодня мы привезли для уважаемых посетителей мото-зимы следующие вещи. Это мотоциклы 30-х годов, большекубатурные, из шести стран мира, из тех, кто обладал компетенциями по производству мотоциклов. И это, безусловно, лучшие мотоциклы, а многие из них и легенды. Почему? Если вы посмотрите, мотоцикл у меня за спиной, Indian Core, знаменитейшей четверка, которую все мечтают обладать. Но вот именно этот мотоцикл обладает просто потрясающей судьбой. Он в свое время принадлежал шведской актрисе Энн, которая снималась в начале 50-х годов в Голливуде с Элвисом Пресли в фильме «Огни Лос-Анджелеса». И абсолютно документально подтверждено, что в это время тогда этот мотоцикл у нее там был, в Соединенных Штатах, именно этот мотоцикл, который можно потрогать. И их видели с Элвисом, с ее партнером по фильму, не раз в этом мотоцикле. Что они там делали, мы не знаем, но, видимо, вот такие красивые формы этого мотоцикла предполагают романтисты. Мы надеемся. У нас сегодня на стенде присутствуют замечательные герои, организаторы. Вы все продумали. Здесь есть Мэрилин Монро, здесь есть и персонаж Элвис Пресли. Посетители удивлены, с удовольствием фотографируются. Скажите, пожалуйста, а вы впервые на мото-зиме? Да, мы на мото-зиме впервые. Почему? Потому что я, признаю, открою страшную тайну, я сам не особый мотоциклист. Не особый мотоциклист, но я люблю мототехнику, и мы решили сделать праздник для тех посетителей. И в этом есть очень глубокая подоплека какая. Мы хотим, чтобы наши уважаемые россияне, жители нашей великой и славной страны, видели только все самое лучшее. Я вас уверяю, друзья, что таких мотоциклов, вернее, такому составу и набору коллекции, выставленных, на которые можно посмотреть, которые можно потрогать, фотографировать, позавидуют жители Лондона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Токио и так далее. Почему? Потому что многих мотоциклов просто не сохранилось. Они сохранились в экземплярах трех, четырех, пяти. Вместе их собрать нереально. А мы хотим, чтобы люди не ходили по замшелому музею. Я ничего не хочу сказать плохого про политех. Какая в политехе выставлена мототехника? Наверное, интересны и только сотрудникам политех. Мы же хотим, чтобы люди видели яркие мотоциклы, технически самые лучшие и самые, что есть крутые на планете Земля, и чтобы это было для них шоу. Давайте прекратим быть на задворках какого-то мира, и мы абсолютно с полной ответственностью заявляем, что это мото-зима 2016, центр мотоциклетной жизни планеты Земля в эти выходные. Звучит замечательно. Откройте нам маленький секрет. Как вам удается находить такие первые? Да, отличный вопрос. Первые, это действительно же мчужины. Причем, находить их не всегда просто, а самое главное, их не всегда просто купить даже за деньги. Почему? Потому что без всяких опиняков каждый из мотоциклов является национальным достоянием той страны, которая его произвела. Я открою и попрошу помощи у всех ваших мотоциклистов. Мне не хватает мотоцикла «Доллар В4», который был произведен в свое время в двух экземплярах в 1931 году. И сегодня один сохранился у дедушки в Альпах. Он мне его не продает, ничтоже сумняшись и говоря, что ты его, наверное, увезешь из Франции, мой родной. На что я говорю, да, увезу, потому что его должны видеть наши люди. Он должен быть в коллекции, в такой одной из жемчужин среди своих собратьев. Если наши мотоциклисты мне помогут и, может быть, они обнаружат следы второго произведенного мотоцикла «Доллар В4», я буду безмерно рад. Я думаю, что наши гости, наши посетители, наши мотоциклисты, наши патриоты обязательно вам помогут его найти. Либо уговорить дедушку. Мы умеем. Либо я уговорю дедушку. Мы очень для вас будем стараться. Большое вам спасибо. И буквально два слова пожелания для организаторов «Мотозимы». Друзья, еще раз хочу повториться, что не нужно как-то, вот вы знаете, замыкаться, да, то есть в какой-то тусовке. Вот здесь сейчас общался с парнем, который фотографирует мотоцикл. Он говорит, а вот в нашей тусовке, да нет никакой тусовки. Если вы все будете делать нормальное шоу, и к этому шоу будет достойный контент, то эта страна просто расцветет. Не просто в мотоциклетном смысле, во всех смыслах. Давайте делать большие правильные дела. И у вас есть верные помощники, ну, например, в моем лице. Спасибо вам большое. Спасибо. Нормально. Спасибо огромное.